Чтобы уж точно разобраться, что всех нас ждет этой осенью с тарифами и в целом, чего ждать от правительства в новом политическом сезоне, давайте-ка поговорим с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Он сейчас на связи со студией нашей программы. Владимир Борисович, я вас приветствую. Один из самых сложных вопросов политсезона, безусловно, о сотрудничестве с МВФ. Их ключевое требование – это повышение цены на газ и, похоже, что придется это требование принять все-таки. Сегодня в Верховной Раде вы называли это, я процитирую, вынужденным шагом. Прокомментируйте, пожалуйста. Мы видим, что экономика начинает срастать. И это очевидный факт. Но, с другой стороны, мы понимаем, что у нас на плечах такий серьезный борг, который самостоятельно сегодня мы не можем выплатить. Поэтому мы вимушены выходить на зовнишние рынки, получать возможность его перекредитирования, уменьшения% на обслуживание. Ви вдумайтесь, мы в наступном году за обслуживание боргу, и в том числе все те, что касается выплаты по боргу, мы можем заплатить 12 миллиардов долларов. Сегодня у вас было сказано, что это 2 миллиарда. Я хочу подкрасить, что мы в этом году дали 4 миллиарда долларов по боргам, которые мы с вами накопичили. Но нам придется с вами за них рассчитывать. Поэтому это абсолютно вимушенный крок. И этот крок мы должны сделать для того, чтобы достичь стабильность. Есть другой вариант. Я понимаю, что там всех лошадей, и сегодня, в том числе и политики, говорят про то, что этого не можно, нужно только уменьшить цены. Да я первый за то, чтобы уменьшить цены. Но я понимаю, что на выполнение этого требований поставить Украину на межу дефолту. А дефолт означает нецинение гривней, увеличение цены в стране в целом. Поэтому мы этого хотим. Мы хотим кризи. Так вот я хочу сказать, что я не кризовый премьер. Я премьер антикризовый. И я все сделаю для того, чтобы, а, защитить людей от возможного подорожжения и изменения цены. И это мы сделаем через решение программы субсидий. Б, сделаем все для того, чтобы не допустить никаких экономических потрясений. Субсидий, обеспечить снижение инфляции, стабильность цены и увеличение реальных доходов украинских граждан. Вот это завдание, это тот формат, тот сценарий, по которому я буду идти. А я хочу подкрасить, кто бы что сегодня не сказал. Я жоднои копейки из этих 50 миллиардов не взял. Но я сегодня должен нести ответственность за всех 45 миллионов украинцев, чтобы ситуацию регулировать. И я глубоко верю в то, что моя стратегия говорит о том, что мы можем за 10 лет уменьшить эти деньги, а вообще, возможно, и отдать за счет взрослого национальной экономики. Это наше завдание. Все инее, что говорят политики сегодня. Вот сегодня мне в парламенте говорят о том, что мы собрали миллион подписчиков против повышения цены на газ. Я сказал коллегею, 45 миллионов украинцев против повышения цены на газ. И я среди этих 45 миллионов. А який у нас выбор? Стабильность, дестабилизация. Дестабилизація за эти годы нашей независимости людей уже наїлись. Поэтому всех защитимы, пройдемо этот этап. Сейчас идет конструктивная работа с миссией МВФ. И я буду максимально находить все возможности, чтобы минимизировать измену цены. Но окременно нужно отметить, что цены на житлово-коммунальные послуги, в том числе, формуются на местном уровне. И я просил бы и мэров поделиться на то, каким чином изменить структуру формирования цены для того, чтобы такая смена не была суттевой. Но это еще отдельная разговора. И поверьте мне, мне это вопрос болит. Я веду дискуссию про это один год. На разных уровнях. Но все, что мы сможем сделать, мы сделаем. Это процесс включенный и президент Украины. Это процесс включенный и украинский парламент. Все на всех политических уровнях ведут эти дискуссии для того, чтобы минимизировать негативный вплив. Ну понятно. Вот вы говорите, все-таки хочется пару моментов уточнить. Вы говорите, что начали с консультаций. Но когда нам стоит ожидать итогов переговоров с МВФ и конкретных решений? О том, насколько вырастет цена газа и тарифы. В Нацбанке заявили, что в этом году газовая цена вырастет на четверть. В следующем году еще как минимум на 15%. Вы с этим согласны? Мова идет про то, чтобы у нас была в Краине единая цена на газ. И эти обязанности вы скажете в 2015 году? Я вам покажу меморандумы с 2008-2009 года. Каждый уряд это подписывал. Но то, что они фактически подписывали и это не выполнили, подерывало доверие к Украине. Не нужно было подписывать. А мы уже это получили у спадок. Потому что подписывать один раз может держава, независимо от того, кто премьер-министр. А потом держава должна выполнить, даже если премьер-министр изменится. Поэтому так выпала доля, что я должен решить эту проблему. И я еще раз наголошу, для меня очень важно, чтобы защитить обычных граждан Украины. Для меня это принциповое значение. Поэтому год ведется эта дискуссия. Миссия приехала 6-го числа. Мы вчера встретились, полтора часа провели разговоры. Миссия работает. Ситуация, наши взаимовынодействия, абсолютно конструктивные. Они будут работать 2 недели. За результатами я поведомлю, про какие решения может идти мова. Хорошо. Ну, давайте поговорим о полицезоне в целом. Что вы считаете главной задачей правительства на это время? И не опасаетесь ли, что работа и парламента, и правительства попросту утонет во всей этой предвыборной борьбе? А на самом деле, политики сейчас начинают бороться за посады. Моё завдание как премьер-министра – бороться за стабильность в стране и за экономический рост. Вот это тем, чем я буду заниматься и занимаюсь сегодня, каждого дня и каждого месяца. Моё завдание поляга в том, чтобы докласти все усилия до стабильной ситуации в стране. Конечно, есть те, кто будет пытаться дестабилизировать. У нас, как всегда, никуда не подился политический цинизм, который абсолютно полностью противоречит нормальным моральным качествам. Всегда говорят, что политика – это справа достаточно брудная. Но я наголошу на том, что мой приоритет один – это экономический рост, это экономическая стабилизация в стране, это честный бюджет 2019-го года, честный, реалистичный бюджет 2019-го года. Это снижение инфляции, это снижение количества рабочих мест, это снижение средней заработной платы в стране. До речи, в следующем году, с 1 сентября, мы планируем 4 170 грн. уже минимальную заработную плату, которую мы подаем в парламент, сегодня 3 700. То есть, мы будем двигаться так, чтобы стабилизировать ситуацию, и страна в 2019 году должна стать сильной, и люди должны быть более уверены. Это величезное завдание. И для этого нам нужно делать достаточно серьезную коалицию с украинским суспільством. Потому что те, что я слышу сегодня по телебачению, как и вы, або в засобах массовой информации, которые транслируют наши украинские политики, за голову берешься. Потому что завжди сейчас будет вам все обещать, а потом, в конце концов, сделают так, как делали завжди. Просто не выполняйте, что обещали. И будет расчарование. Выстоит расчарование. Выстоит крыс. Давайте формировать ответственную политику. Вот это мой принцип и приоритеты на следующий год и на следующий год. Ну, действительно, хотелось бы, чтобы в этом непростом предвыборном году разочарования было меньше, чем реальных дел, конечно. Есть еще одна тема, господин премьер, которую хотелось бы с вами обсудить в этой беседе. Это отставка в фискальной службе. Исполняющий обязанности главы фискалов Мирослав Продан ушел по собственному желанию, но при этом не стал прощаться. Наоборот, пообещал участвовать в конкурсе по отбору нового главы фискальной службы. Причем дал понять, что считает себя одним из основных претендентов на назначение. Мол, за полтора года, пока Продан руководил фискалами, сделано было достаточно много. Кстати, еще недавно, в конце августа, фискальная служба отчитывалась о значительном росте доходов от таможни в результате борьбы с контрабандой. В этом году получили дополнительно не менее 50 миллиардов гривен. И вот здесь вопрос к вам, господин премьер. Как вы прокомментируете отставку Мирослава Продана? И что это означает? Мы оголосили публичный конкурс на вакантную посаду головы ДФС. После того, діючий и выполняющий обовязки подав у отставку. Думаю, что это абсолютно прогнозовано, оскільки все те, кто планует брать участь в конкурсе, не имеют права управлять службой до момента проведения конкурса. Это с одного боку. С другой стороны, нам нужно не втратить темп, который мы взяли в борьбе с контрабандой. Поэтому уряд визначился и я подписал эту постанову про призначение выполнения обовязки боевого полковника Александра Власова, который два с полной лет воював на... очолював спецподраздел «Фантом» и был на передовой на Донбассе. Поэтому я глубоко верю в то, что тот прогресс, который мы достигли, мы только за липень-серпень додатково до государственного бюджета, мобилизировали по сравнению с таким же периодом минулого года, вдумайтесь, 12,3 млрд грн. И это еще не кинец. Поэтому завдание перед керевником, который тимчасово призначен, посилювати борьбу с контрабандой, с тиновыми схемами, а то, что сделает продан для ДФС и для бизнеса, могут сказать вам сами бизнес-ассоциации. Честный НДС, честный ПДВ в стране не было до моменту, пока он не впровадил решения про электронное отшкодирование ПДВ, электронный кабинет платника податков, закрутив работу по формированию сканеров, которые сегодня уже строятся. Я считаю, что есть много позитивных кроков, которые оценивает сам бизнес. И я всегда говорю наступное. Я, в принципе, против этой государственной насильной системы, которая тиснет на бизнес. И поэтому я всегда сказал и подкреслю, что очень важно, чтобы легальный бизнес, билий бизнес, бачив ДФС только по телебачению. Мы говорили про это очень серьезно и с президентом можно внести в госбюджет нынешнего года. Это социальные выплаты, расходы на здравоохранение. Там много пунктов. Министерство обороны попросило, например, увеличить расходы на денежное обеспечение для военных. Вот на что реально, только реально, может хватить денег у государства? И какие изменения в госбюджете готовы поддержать правительство? Дякую за ваше запитание. В вашем запитании была не прихована ответственность. Багато в депутатах есть инициатив, что направить додатковые выплаты. И вы сказали, что я сейчас про Министерство обороны скажу. То есть, все пропонуют витратить деньги. Так я же пропоную, коллеги, вы скажите, где заработать деньги. И потом отдать их гражданам. Поэтому все те, кто пропонует витраты, они должны пропоновать из трибуны Верховной Ради, где заработать. И я думаю, что мы пойдем таким шляхом, что я буду абсолютно чётко рекомендувать этим инициаторам браться ответственно за то, что они пропонуют. Хай они покажут, как заработать. Не просто ля-ля, что завтра мы там, вот там можно заработать 10 млрд или 100 млрд. А реально, если вы хотите заработать, берите на себя ответственность в рамках сегодняшней системы виконавчої влады и законодавства. И будь ласка. Но знаете, я ещё раз наголошусь, звертаюсь до всех граждан Украины. Друзья, давайте снимем вот эту пелину, яку нам одягают постоянно на очи різноплановыми обещанками, которые никто никогда не выполнил. Давайте будем вимогливыми до всех, включая с премьер-мінистром, чтобы отвечали за свои слова. Потому что брехать могут все. Розговаривать про то, чего нет, могут все. А реально брати і робити справу, будувати дороги, відкривати нові дитячі садочки, ремонтувати лікарні, забезпечувати людей ліками, місяц в месяц виплачувати заработную плату в бюджетной сфере и пенсии. Це реальна робота, яку треба робити кожного дня, а не просто молоти все, що попідряд. Тому я за відповідальну політику. Якщо є витрати, будь ласка, давайте де заробити. Якщо ви говорите, що там десь можна заробити, беріть на контроль, я вам все відкриваю, працюйте, боріться і поборете, як сказав великий Тарасовий Шевченко. І тоді це буде нормальна абсолютно взаимодія. А так сказати, давайте витратиму, де я все, що в мене буде в можливостях державного бюджету, готовий віддати і українському пенсіонеру, і українському воїну, і українській дитині. Це ж для нас є принципово важливим. Тому, що стосується бюджету оборонної сфери, на наступний рік, як ви зазначали, ми передали в Раду національної безпеки і оборони бюджет, який на 23 мільярда гривень більше, ніж в цьому році. В принципі, при раціональному використанні цих ресурсів можливо забезпечити і підтримку і озброєння, і модернізацію озброєння, і в тому числі підвищення грошового забезпечення для наших воїнів. Оце завдання сьогодні в рамках Ради національної безпеки і оборони, разом з урядом, разом з Міністерством фінансів, знайти ту пропорцію фінансування, яка забезпечить досягання цих цілей. А я наголошую на тому, що боротьба з контрабандою, відкриття нових підприємств, вироблення нової української продукції робить Україну сильнішою фінансово. У нас є два вектора досягнення незалежності в країні. Перший – це дійсно гарантом нашої незалежності і суверенітету є українське військо. А наступна позиція, яка не менш важливою для забезпечення цього суверенітету і незалежності, є наша економічна сила, наш економічний ріст. І тому дві цих складових є стратегією нашого успіху. І от в тому питанні треба дуже чітко і виважено працювати над фінальними рішеннями. Ми відкриті, ми бюджет подамо, як завжди, вже традиційно, 15 вересня в український парламент і будемо працювати з парламентом для того, щоб вийти на фіналізацію реалістичного бюджету, не надутого цифрами, які не підкривали грошима, а реального бюджету країни 19-х років. Дякую за ці відповіди. Прем'єр-міністр України Владимир Гройс вам відповідав на мої питання.